Добрый день, коллеги! Добрый день! Добрый день! Добро пожаловать, очень приятно Вас видеть. Мы не ожидали, что будет такой большой количественный участник. Спасибо. Спасибо Вам. Нам создаются где-то 25 человек больше. 25-30, да. И все равно, что чуть-чуть больше. Было очень приятно. Спасибо. Чуть-чуть больше. Мы надеемся, что все это понимают по-русски, да? Да. Очень приятно. Меня зовут Марина Кудрец. Я несколько лет работала в школе образовательным технологом и учителем информатики. Два года назад я поступила в Талинский институт информатики и литературу. И поняла, что в течение полугода я поняла, что мне очень трудно совмещать научную деятельность и преподавательскую деятельность. Страдает не было одно или другое. Шола для меня уже стала как хобби. Я опаздывала. Вроде убегала, сколько раньше. Ученики работали без меня практически. Онлайн я только написала какие-то вихи, намеки, что надо делать и как нужно работать. И пришлось поступить со школы, потому что не успевала иначе заниматься научной работой. И теперь я просто декорант Талинского университета и также тренер учителей. Мы очень много проводим с турекурсов. Учителей как в Эстонии, так и завтра делаем в Эстонии. Уступаем и онлайн работаем с учителями, проводим курсы только посредством интернета. Также я еще и в клубе. У меня не стоит в клубе, где меня вообще можно найти. Я веду с 2009 года блог, организация учебная работа при помощи блога. Кто-нибудь знает? Кто-нибудь читал? Я не знаю. Нет? Ну, вообще, у меня на блоге стоит акта. И я вижу, что Голюбис заходит. Я знаю, что точно сладкие учителя заходят. Видимо, просто они не здесь. Ну, кто-то еще читает сладкие. Это и надо. Вы меня можете найти в фейсбуке. Вы можете найти в фейсбуке. Эта презентация у вас. И все эти ссылки прямо в карте. Если вы нажмете на эти ссылки, вы будете в карте прямо на моей половине. И в блоге я делюсь опытом с учителями. Я описываю... Что я описываю даже? Одним словом. Одним словом вообще, чтобы не представлять долго, что я там описываю. Если вы выйдете, тогда вы поймете, о чем я пишу. С некоторого времени и писать я уже не успеваю. Поэтому я теперь опускалась на ютубе. Я видела теперь видео в блогах. И записи делаю. Например, в машине по коллегам. Делаю видеозапись на какую-то тему наболевшую. И сразу же публикуем на ютубе. Для учителей просто на работе делаю такие, как-то такие видеозаписи и ставлю. Потому что писатель даже не успевает. Теперь записываю видео. Ну, советую, конечно, найти Марину в интернете. Да. Эта тоже ссылка приведет, если вы видите, тоже на мой файл. Вы можете подписаться. Мы, например, сегодня уже когда сюда ехали, уже записали видео. И хотели его сразу же для вас уже публиковать. Но эти 4 минуты, они тут, по-моему, заняты весь интернет. Я открывала загрузку на ютуб. И я боялась, что мы тут иначе все положим тогда со своим видео. Видео загружено, но больше ничего другого не будет у нас. Поэтому я прервала загрузку. А вообще, мы тут загрузимы. Я думаю, у нас авторопоеков тоже как-то сделать. Все действия нашей тактики. Поэтому очень так говорите. Мне вообще нужно сказать, что мы с Мариной, такой у нас бэкграунд. Вы, на самом деле, закончили математику в тайской университете. Только я пошел в дидактику. А Марина больше в информатику и в гипотекологии. На самом деле у нас бэкграунд, на самом деле. Я занимаюсь преподавателем двух юлистетов на самом деле. Не только дарницкого. Но и дарницкого технического юлистета, где преподаю антический анализ. А моя научная работа связана, на самом деле, с преподаванием математики, в соответствии с проблемами, в большинстве, которые привлекают учеников 5-6-8 класса. 7% рациональное число, здоровье и так далее. И дарницкая пишу свою в инститете Кельсинги и Ленди. Так что работа, это, кажется, у нас. А совместная работа, на самом деле, ведется именно по работе с учителями. У нас с каждым, скажем, месяцем все больше учителей становятся с ним и работаем. И все больше мы начинаем с учителями работать по интернету, поддерживать их через интернет. Так что, возможно, некоторые с вами будут работать на этом. Вот вы сегодня будете говорить с вами общаться на тему учения без границ. Вот так называлась наша презентация. Мы с вами попытаемся на некие вопросы ответить. И вот, в принципе, это у нас тут написано. За какие границы нам нужно выйти? Тут, понятно, у нас прямоугольник, да? Какая интересная девушка. А теперь уже в кодексе учения без границ. Что стоит за этой фразой «учение без границ»? Здесь нам надо уложить какие рамки. Да, какие границы нам улучшают, какие рамки улучшают. И что у нас ограничено, когда мы говорим об учении? И вот теперь мы предлагаем вам немножко на эту тему, коллеги, подумать. И теперь мы предлагаем вам групповую работу. Я думаю, она назовет у нас, наверное… У каждой группы есть один планшет. У вас должна быть на планшете загружена наша презентация. Верно? Вот, найдите этот слайд. Вот. Дойдите теперь… Рисайте просто эту презентацию. И найдите до этого слайда. Вместе сядьте, да? И у вас два задания. Ну, идея и задания в том, что мы хотим вам рассказывать сразу окрепно на эти три вопроса. Вы должны все-таки сами как бы их прочувствовать и предположить, какие рамки у нас, как… А потом уже, почему мы будем преодолевать эти рамки? А потом с вами это позже обсудим. Да. Я думаю, вы, что свой из вас… я с промышками сделала, точнее. Да. Ну, кто ведь эти нашлики сделала? Нас одна. Хорошо. Ну, с одной. Ну, здесь тоже правильно все сделали. Ну, с двумя. С тремя. Четыре. На самом деле, эта презентация у вас останется у вас. Ну, или вы, ладно, запишитесь и все опируйте. Вы можете идти домой у тебя и посмотреть все заново, все, как у нас было задумано. Конечно, все ошибки в этом тесте, они условные, на самом деле. Они не ошибки. Вы понимаете, правильно? Просто через этот тест мы пытались с вами передать свое видение и подход к учению. На самом деле, большая идея. И у нас были два вопроса с вами, которые вы захотите ответить. Это очень интересная идея, которая показывает, куда мы уже пришли. Это уже настоящее. Это настоящее. Какие возможности сейчас у людей, ну и людей в частности. Одно видео, вы можете, знаете, есть специальный инструмент, который ты берешь в свой баг, не тратится какой у тебя этот баг, лишь бы он был смартфоном. Подносишь его к примеру методическому. Он говорит, что вы решаете. И дает тебе пошагово это решение. Ты его фотографируешь, учебник в тетраде, где угодно. Приложение такое. И он себе решает пошагово весь пример. Еще и поясняет, почему и как эти действия выполняются. Такое предложение уже есть. Оно точно было для Эфонов, для Эвада, для Эвэкстона. Ну и есть еще одно предложение. Представляете, у нас Кашатургусы открываются головы. Сейчас у нас на мобильный фонд, который решает. Ну и там реакции по химии или по физике, что можно решить. Есть такие вот Аппы. И в мобильный фонд вот это сделать. А скоро у нас, даже не скоро, у нас есть вот такие очки, которые могут делать. Через некоторое время у нас будут линзы контактных, что они будут делать. И нам будут уже не сказать, что они будут в масте, что у кого-то отстроили телефон свой. Или переходят в кабинет, знаете, как надо строить. Телефон вот туда мешочек положить. Как я знаю, я ездила в школу в первой стороне. Как ни странно. Поэтому мы должны задуматься потом. Каковарного учителя. Каковарного ученика. Что должно измениться в предметном содержании. И что должен делать учитель в классе. Кроме одного. Запрета. Сюда, когда выходят такие интересные гаджеты и средства. Первое, что нужно делать, это запретить просто их 15 классов. Но скоро невозможно это делать. Я знаю, что студенты студентов в университетах. Они тут маленькие, маленькие наушники бросают сюда буты себе. Вы слышите такого? Бросают сюда маленькие-маленькие вещи. Буты приходят на экзамен и говорят, там, кям ке, и говорят сами себе. Вот. Первый, за какой у него динамики. А второй, то у него за дверью. Слышит это. Причинать ему не давать. Гуглит. Он записывает красиво. Понимаете? Куда мы с вами нашли? И это уже настоящее. Просто, может быть, мы всегда об этом задумываемся. Поэтому, первое, я свои контрольные и в техническом гузе сильно изменил. И, в принципе, можно разрешать им давать контрольную пользу конспекта. Потому что тот, кто не соображает, он не напишет в любом случае. Но это один вопрос. Поэтому у нас очень много, на самом деле, почему мы должны снизить подход. И очень много границ, которые у нас программированы в голове и мешают это сделать, на самом деле. И об этом мы должны сами говорить будем.